Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Возлюбленная Господи, Отца и Матерь, братья и сестры. Спасибо Господи за Вашу святые молитвы. У нас с сегодняшнего дня начинается подготовка к Великому посту, потому что у нас начинаются недели, посвященные определенным евангельским событиям, в которых рассказываются важнейшие откровения, то самое важное, что мы должны понять о Великом посте, что мы должны в этом посту совершить, как мы должны совершить, что мы должны сделать в Великом посту и что мы должны не сделать. Вот эти самые важные недели, они так и называются, «Неделя О». Сейднейшняя неделя называется «Неделя о Матере и Фарисее». То есть вот прям сразу первое и главное, что мы должны понять, входя в этот великий подвиг Великого Поста. Это же ведь самое важное время в нашей жизни. Мы всю жизнь к этому готовимся, к Великому Посту, чтобы там попаститься, чтобы приблизиться максимально к Богу, максимально приблизиться к любви. И вот эта неделя посвящена целой неделе евангельскому сегодняшнему повествованию, которое мы читали от Луки, евангелиста, в котором говорил следующее. Вошли два человека в церковь помолиться – мытарь и фарисей. Кто такой фарисей, мы знаем, еще раз напомню, фарисей – это такой человек, который специально много Богу молился, он был молитвенник, много ходил в храм, много постился. И даже носил такие одежды специальные, на них были цитаты из Ветхого Завета, чтобы все видели, идет фарисей, идет молитвенник. И все перед ними преклонялись, это молитвенник, это святой человек. А мытарь – это был тот человек, который во времена Иисуса Христа, Иудея, Израиль, Святая Земля были оккупированы Римской империей, как сейчас Америка оккупировала весь мир. А тогда еще больше. Римская империя везде ставила свои военные базы, собирала налоги, и все были подчинены Римской империи. И вот, чтобы собирать эти налоги, римские власти нанимали местных жителей тех стран, которые оккупировали. Вот в Израиле этим занимались евреи, собирали налоги со своих, чтобы отдать чужим. И эти мытари были ненавидимы всем народом. К этим мытарям никто в гости не ходил, все не здоровались, от них отворачивались, все на них плевались. Да и сейчас власти не любят, и налоговую не любят, которые на свою страну собирают деньги, на своей медицине, на своей армии собирают налоги. Но мы их не любим, потому что налоги они у нас берут, собирают. А тут они собирали на оккупантов работать, как полицаи, поэтому были ненавидимы, считались самыми последними грешниками эти люди. Как блудницы, как прелюбодеи, как убийцы, вот такие вот мерзкие люди, презираемые, которые ради денег служили оккупантам, чтобы обогатиться. Конечно, были богаты, конечно, грабили израильский народ, ложили себе в карман. Но какая-то компенсация должна быть за ненависть, которую ты получаешь от людей, пусть это будут деньги. И вот два таких человека, молитвенник, который много молился, постился, зашли в храм. И этот, который грабил свой народ, такой злодей, презираемый всеми, помолится. И первый молился так, фарисей, который много молился, он молился так, благодаря Богу, говоря, Господи, хвалу Тебе воздаю, что я, как и прочие человеческие, не такое, как остальные хищники, то есть воры, прелюбодеи, или я косей мытарь. Я не такой, как этот мытарь, злодей и грешник. Но я молюсь два раза, поищусь два раза в неделю, молюсь и десятину в церковь, от всего, что хочу, отдаю. Мытарь же стоял, он стоял на первом месте, вот этот молитвенник, фарисей, стоял на первом месте, люди перед ним кланялись, как-то там обращались к нему уважительно, денежку совали, там еще что-то, помолитесь, разъясните, святой человек. А мытарь стоял вдалеке, вот там где-то, чтобы никто его не видел, потому что он привык к мирскому презрению, что никому не нужен, что они плюются на него. Но он тоже ведь Бога любит, и он тоже хочет спасить, и он тоже стремится к добру и свету, как каждая человеческая душа, и он тоже Сын Божий. И вот он там в конце, в уголке, в темноте, забившись в храме, чтобы его никто не видел, считает, что я не достойно выйти сюда на свет, молился, не смею взирать и на небо, то есть вот так вот опустив голову в землю, плача о грехах своих, бил себя в грудь, окоевая себя, и говорил, Боже, милостью будем негрешному. Вот и вся молитва, ни о чем не прося, просто, Господи, помилуй меня грешного, просил он. И Господь говорит, что, истинно говорю вам, что сей последний, то есть мытарь, который там в уголке забившись, спрятавшись, стыдясь людей и Бога за свои грехи, плакал о них и просил, чтобы Господь был милостив ему, пошел более оправданным, который совершил много грехов, но имел большое покаяние. Нежели сей фарисей, который много молился, много постился, но что он такого говорил, да, я не такой, как все прочие человечки, да, он молился и потился из тщеславия, из гордыни. А гордыня – самый страшный, самый мерзкий грех перед Богом. Гордыня – это тот грех, который сатану из Люцифера, ангела света, сделал сатаной. Гордыня, он возгордился. Гордыня – это тот грех, который ни звери не зринули, Адама и Ева из рая, сюда, в земную скорбную нашу жизнь, из рая небесного. Гордыня – это самая тонкая ложь, потому что, ну что тут такого, ну я же действительно не как прочие человечки, ну я действительно как блудница, не хожу, не блужу, или как пьяница, не валяюсь пьяной. Ну я не такой, как они, я лучше. Ну что тут, ну это же правда. И тем не менее, это самый страшный грех, который затмевает от нас покаяние, который дает нам вот эту мутную, грязную радость, самодовольство, даже от молитвы, даже от богослужения. Мы тщеславимся, мы как наркоманы ищем и просим, мы требуем похвалы в свой адрес, особенно женщины. Вот хвали меня, вот рассказывай, что я лучшая в мире, самая красивая, самая любимая, самая, то есть лучше, чем они, гордыня. И эта гордыня убивает весь наш духовный подвиг, она его извращает. И горделивый человек становится фарисеем тем, кто распял Господа. Кто Господа распяли? Его же распяли негрешники, его распяли люди больные гордыней, фарисеи. Они его казнили, Господа. Они требовали, кричали Пилату, распни, распни его. А мотари и блудницы каялись, плакали в грехах, спросили Господа о помощи. И стали первыми святыми, первыми апостолами христианской церкви. Поэтому, возлюбленные Господи, братья и сестры, сейчас нам предстоит очень скоро, эта седмица будет сплошная. То есть не будет среды и пятницы, мясоедения во все дни. Все, что хотите, мы кушаем, Господь дает нам и церковь. Вот, насладитесь любой скоробной пищей. Скоро ее не будет, очень долго. Следующая седмица будет смешанная, а потом будет еще одна седмица. О возвращении блудного сына. Потом мясо пустное, мы расстанемся с мясом. Потом сыр опустный, расстанемся со всеми остальными молочными продуктами. И будет подвиг Великого Поста. В каждом Великом Посту, братья и сестры, кто постится, кто ходит в храм на службы, будет большая благодать Божия. Вот такое обновление души. Какого бы ты возраста не был, старый, немощный, дряхлый или молодой, душа будет снова молодая, радостная, сильная. Несмотря на то, что храм будет в черных одеждах, все будет как бы траурно, все будет приглушено, но душа будет ликовать, она будет обновляться, потому что много молитвы, много благодати. Душа будет побеждать свое чрево в Великом Посту. Понимаете? И вот эту вот благодать, вот эту силу духовную, силу любви и радости, которую мы получим в посту, бес может украсть. И мы не получим ничего. И поэтому первая неделя эта, это о материи и фарисеи. То есть мы не получим ничего, если мы возгордимся вот этой благодатью, своими подвигами, своими молитвами. Ах, какой я молодец! Три часа стою на службе. Ах, какой я молодец! Побывал на каноне Великом Покаянном Андрея Крискова. Четырежды он идет впереди. Ах, какой я молодец! Я пощусь, я молюсь. Ах, какой я молодец! Все, начал тщеславиться, гордиться. Ничего нету. Стал врагом Божиим. Поэтому, братья и сестры, очень внимательно мы должны понимать, что мы должны совершать все подвиги, которые совершал фарисей. Как и будет нам сказано в этой постной триоде, эта книга, которая началась вчера читаться в храмах православных. Постная триода. Молитвы, которые нам нужно будет совершать весь веки пост. Она уже началась, эта книга. Там и сказано, поревнуй фарисеям подвигом и мотореву покаянию. То есть, как фарисей? Постись, молись много-много. Служи церкви, отдавай десятину на храм. Все, что отчетствует, все, что делал фарисей. Но при этом будь смирен, как мытарь. При этом считайся великим, види свои грехи, считайся великим грешником. Все сделав, как фарисей, все подвиги бей себя в грудь и говори, Боже, в милости буди мне грешного. Сможем так или нет? Это очень тяжело. Это очень тяжело совместить. И подвиги духовные, и вот это смирение. Но мы должны к этому идти. Чем больше у нас смирения, тем больше радости и ближайших к Богу. И вот сегодняшнее Евангелие завершается такими очень важными словами, которые, если вы задумаетесь, вы увидите, что это вот все происходит в моей жизни. И это есть объяснение всех моих и падений, и неприятностей, и наоборот взлетов, побед и достижений. Это все укладывается в сегодняшнюю евангельскую фразу, которая завершает евангельский сегодняшний отрывок. Там говорит Господь так в итоге, подрезюмируя этот сегодняшний рассказ. Он говорит, всякий возносяй себя, смирен будет, и всякий смиряющий себя вознесется. Вот и все. Когда начинаются наши падения, когда начинаются наши скорби и болезни, когда мы превозносимся над людьми, когда мы раздуваемся над людьми, когда мы тщеслаемся, ну хотя бы не вслух. Мы понимаем, что вслух это стыдно делать. Скажем, а что это ты говоришь, что ты умнее меня, сильнее, красивее. Это стыдно. Но внутренне даже, мы считаем себя лучше других людей, мы выпячиваем себя перед людьми. Вот тогда вот такой человек будет смирен. То есть его будет Господь смирять. Он попустит ему падение, скорби, болезни, неприятности, уничижение, оскорбление от людей. Если вы посмотрите внимательно на свою жизнь, вот внимательно, если будет у вас внимательная жизнь, вы увидите, что вас человек оскорбил, обидел, обозвал. Не просто так, а накануне вы там тщеславились, раздувались. У меня был в детстве, я очень хорошо запомнил, я еще тогда был неоцерковленный мальчик. Вот как раз мечтаю о своем собственном величии, а жил на горке в Симферополе, сразу на попу, и на попе вот так с горы катился. Всегда. До меня дошло с третьего, с четвертого раза. Это потому, что я нос задрал. Вот поэтому на попе и еду, обдираю попу. Вот всегда вот так в нашей жизни до сих пор есть и будет. Только нос задрали, попу едем, обдираем. Поэтому, а кто смиряет себя перед людьми, кто считает себя хуже всех, кто не выпячивает себя, кто не превозносится над людьми, того и возносит Господь, того и подает Господь всякие радости. И поэтому все наши достижения, победы, все наши радости, счастья, обретения от Бога, это только тогда было, когда мы смирялись. Вот такая вот нас кардиограмма жизни идет. Возгордились – упали. Смирились – вознеслись. Возгордились – опять – упали. И так далее. Так будет всегда. Поэтому да будем смиряться перед Богом, совершать все подвиги Великого Поста, обновляться духовно, приходить в эту великую радость любви через молитвы в православном церкви Великого Поста. Но при этом да будем смиряться и осуждать себя, и окайвать себя. Как мытарь там в уголочке, молясь о Господу, и да будем становившими, будем оправданными перед Богом, и да войдем в Царствие Небесное со всеми покаявшимися грешниками и со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok